Начнем. Я собираюсь поговорить о том, сделать, я бы сказал, попытку очень беглого обзора того, чем занимается теоретическая физика конденсированного состояния, ну, последние лет 50. А на самом деле объявлено там в анонсе лекции несколько пунктов было, штук 5. По-видимому, я сумею осветить не более половины из них. Вообще-то это по меньшей мере две лекции, несмотря по тому, как пройдет сегодняшняя, может быть, будет вторая. Значит, что я хотел попытаться вам рассказать. Да, рассказ тут, по крайней мере, начальная его стадия. Есть некие вариации на тему замечательной статьи Фила Андерсона, которая была написана, вот название ее здесь имеется. Фила Андерсона, надо вам сказать, это человек, который после Ландауа Фейнмана внес, по-видимому, крупнейший вклад в теоретическую физику. Ну, последних, там лет 40. И вот в 1972 году он порассуждал в этой статье на тему о том, на тему спора между представителями разных, так сказать, разделов науки о том, какие проблемы являются фундаментальными, а какие, ну, какие-то такие, ну, пожежи. И спор этот, да, а название, которое, видимо, может казаться довольно непонятным. Смысл этого названия, сейчас мы увидим вот в чем. Ну, ладно, я еще чуть-чуть попозже. А, осталось, да. Нет, чуть попозже, объясню про смыслное название. Ну, вот тут перечислено некоторое количество всем известных фундаментальных проблем. Там про милингентарные частицы, про космологию. Кстати, вам известно, что кварки не разлетаются? Видимо, известно. Да, а кто придумал слово кварк, вам известно? Да, но потом он выяснил, что это слово было придумано раньше в совсем других обстоятельствах. Он его перепридумал. Так вот, вопрос, который обсуждал Андерсон в своей статье, было, а что, неужели вот других проблем, которые, помимо того, что связаны с элементарными частицами или с происхождением Вселенной, тем не менее являющихся фундаментальными, неужели других не существует? Доказывал, что нет существует? Существует все другие проблемы. Да, вот откуда делается слово кварк. Вообще-то, исход для него придумал Джеймс Джойс. Так вот, в чем была идея рассуждения Андерсона. Допустим, мы представимся, что мы уже все, что нам нужно, узнали по поводу того, как устроены элементарные частицы. Спрашивается, а это значит, что мы уже понимаем, как устроено, например, твердое тело, которое стоит, безусловно, из этих самых частичек? Ну, в общем-то, нет. Потому что, когда мы из этих элементарных частиц, ну, например, в простейшем случае электронных и протонных, там, нейтронов еще надо немного добавить, строим кристалл или, там, например, жидкость, то добавляется некоторое новое качество. Именно связанное с тем, что этих частиц становится очень много. И, зная досконально свойства отдельных частиц, и даже, как они между собой взаимодействуют, мы, в общем-то, не можем немедленно сообщить, как будет устроена большая система. Вот в этом и был смысл этого названия. Да, вот, возьмем очень много совершенно и хорошо нам известных элементов. В результате мы можем получить систему с качественными другими свойствами, про которые мы исходно ничего не знаем. Ну, а здесь нарицованная, скопирована табличка из этой статьи, где, соответственно, имеется в виду некоторые, что ли, последовательные разных областей науки. Ну, вот, справа, просто имея дело с самыми мелкими сущностями, а лелеи в соответствующей строчке уже такие, ну, области, которые строятся. Ну, к примеру, вот, физика твердого тела, или физика большого набора частиц. Медиум с частицами, число из частиц описываются, вот, в верхней строчке правой колонки. А дальше у нас вопрос, что делать со всеми этими частицами вместе взяли. Точно так же, к примеру, знание химии еще совершенно не дает нам знание свойств, как он занимается монекулярной галактикой. Ну, и так. Так, это я зачем-то перерисовал эту картинку, переведя на русский язык, чтобы, видимо, не является обязательным. Наверное, вы так все поняли на предыдущей странице. Так вот, теперь несколько ближе к предмету. Что происходит при переходе от нескольких частиц к очень большому количеству частиц? И тут есть три разные группы явлений. Я, на самом деле, скорее всего, сегодня расскажу только про первые. Но на дону все три. Значит, первое, качественное явление, которое может произойти, сейчас происходит, это фазовый период. То есть, например, жидкость может превратиться в кристалл. Или жидкость, если это жидкость квантовая, там, или, например, может при достаточно охлаждении превратиться в свертекучую жидкость. Она тоже остается жидкой, но приобретает совершенно другие свойства. Приобретает она их при определенной температуре давления, подобное. Да. Происходит фазовый переход. И с фазовым переходом очень часто связано такое явление, которое называется нарушение симметрии. Вот эта самая идея о нарушении симметрии в системе, в такой системе, где взаимодействие между птицами, эту самую симметрию ВВН, она является одной из важнейших в современной физике. В физике я ее как раз собираюсь проиллюстрировать на разных примерах, как это самое нарушение симметрии происходит, точнее, к чему напрямую. Так вот. Первая группа – это обычные фазовые переходы, в которых действительно происходит нарушение симметрии, которую можно относительно просто описать. Ну, например, образование решетки, кристаллической решетки из жидкости. При этом нарушается симметрия по отношению к сдвигу в пространстве на произвольное расстояние. Жидкость трансляционный вариант, точно. А кристалл трансляционный вариант при сдвиге на постоянной решетке. Кстати, между прочим, забыл сказать с самого начала. Если у кого-то возникает вопрос, то их лучше задавать сразу. Это полезно. Так что прошу в этом смысле не стесняться. Второе. Ну вот, вторая группа явлений куда более сложных и менее изученных – это когда, например, жидкость при охлаждении превращается вовсе не в кристалл, а в стекло. Никакого порядка в смысле какой-нибудь кристаллической решетки при этом не возникает. Но возникает цена, в которой положение отдельных ее частиц замерзло. Или почти замерзло. То есть, а самое главное, что тут системы никогда не приходят к равновесию. Ну, то есть, если взять стекло и его каким-нибудь образом, ну, например, аккуратно, так медленно применить к нему операцию с двигом. Ну, на первый взгляд, оно будет реагировать так же, как кристалл. Но, помимо этого, оно еще начнет очень слабо, так сказать, течь. Это трудно заметить. Ну, скажем, вот с этим вакуумным стеклом, наверное, совсем нельзя заметить. Но бывают другие виды стекол, где вот такая очень медленная динамика изменения его свойств по приложению возмущения, она зарегистрирована, и она может происходить на любых интервалах времени. Ну, там от наносекунд до часов. Получается, что это система, которая на самом деле никогда в какие доступные человеку времена не приходит в равновесие. И поэтому к ней очень трудно применять обычные методы системы динамики, физической физики, там, ФАД. Однако, кое-что, довольно много, за последние лет 30-35 про такие системы уже стало известно. Ну, и, наконец, третье, это то, что я попытаюсь, какими словами, пояснить чуть позже. Это такие системы, которые принципиально квантовые, в классической механике ничего подобного не бывает. И это системы, которые оказываются при очень низких температурах упорядоченными, хотя никакого нарушения симметрии в них найти нельзя. Итак, значительно простые примеры. Начнем с самого простого на вид примера, который, видимо, вам известен. Да, ну, это, например, значит, общее соображение. Вот эти самые фазовые переходы с нарушением уверенной симметрии, они приводят к увеличению степени упорядоченности в системе, то есть уменьшению ее энтропии. Ну и при ноле температуры эта самая энтропия должна вообще обратиться в ноль. Ну, надо сказать, что существуют некоторые очень специальные теоретические модели, в которых энтропия остается конечной, как сказать, определенная на объем систему, остается конечной даже при ноль температурной. Это такие редкие аномалии, которые в физике вообще, видимо, не реализуются. Ну, как математическую модель, такое можно при этом придумать. Так вот. А, да, это у меня еще тут. Ладно, я пойду сначала про простые объяснить. Значит, вот самый простой пример. Молекула аммиака. Видимо, вы знаете, что ее можно изобразить в виде такой пирамидки. CH3 и этот самый углерод может быть сверху или снизу треугольника. Азот. А? Азот. Азот, ой, пардон. А, да, азот. А. И между этими двумя состояниями происходит все время осцилляция. Частота этих осцилляций вот 24 гигабирца. А если бы их не было, то у этой молекулы был бы дипольный момент. Ну, он был бы направлен там вверх или вниз, соответственно, в эти двух изображенных пирамид. А у микрообъектов не может быть дипольного момента. Потому что, ну, простейшее объяснение, почему не может. Потому что, давайте применим операцию инверсии. И при инверсии пространство дипольный момент сменит знак. И поэтому существование этого самого дипольного момента противоречило бы симметрии по отношению к инверсии. К магнитному моменту это не относится, потому что он при инверсии знак не виден. Ну, вообще говоря, точной симметрии по отношению к инверсии и нет. Она нарушается в славном взаимодействии. Вот. Ну, несколько более тонкие рассуждения показывают, что достаточно, чтобы была комбинированная инверсия. То есть инверсия вместе с переходом от частиц к античастицам. Ну, или что тоже самое инвариантность по отношению к обращению времени. Тогда все равно этого достаточно, чтобы доказать, что частицы не могут обладать дипольным моментом. Теперь посмотрим на эту самую историю с мяком. Пусть можно рассмотреть совершенно аналогичные молекулы, в которых вместо водорода тяжелые водороды, дейтели. Или сверхтяжелые, то есть тридц. А качественно ничего не поменялось. Но частота этих переходов уменьшается каждый раз довольно заметно. Для дейтели это будет 1,6 ГГц, для третьей еще в 5 раз меньше. Почему так происходит? Ну, увеличивается масса атома. А процесс, который здесь происходит, это квантовое механическое тоннелирование под барьером. Чем больше массы, тем меньше амплитуда такого процесса, и меньше частота этих переходов. Однако, все-таки она происходит. Поэтому в этом смысле симметрия, которая требуется по отношению к инверсии, которая требует отсутствия дипольного момента, она в другом, и в том и в другом случае. А и в третьем тоже. Теперь, есть более тяжелая молекула, вот, фосфор в ТОР-3. Она похожа по структуре, но никаких осцилляций там вообще не зарегистрировано. Тем самым она обладает дипольным моментом. Как же так? Что произошло-то? Каким образом нарушилась эта самая инвариантность инверсия, которая нам такое состояние вроде бы запрещает? Это вопрос о том, где, каким образом микросистема, квантовая система, которая подчиняется законам самой такой простой, квантовой механики, без ограниченного числа систем, каким образом она превращается, переходит в механику классическую, или почти классическую? В классической механике мы знаем, что никакого-то аннулирования нету, там, если уж сделали диполь, так он и будет смотреть, куда смазать. Понятно, что этот вопрос интересовал граждан, то есть, по-моему, я не знаю, с начала создания мантовых механиков, но такое конкретное, результативное развитие получило в работах ледида и других граждан, начиная с начала 80-го года, когда было понято, что квантовая система фактически превращается в классическую тогда, когда она достаточно сильно взаимодействует с окружением, с окружающим, ее уже и число степеней и число перемен, которые нужно было бы учитывать, становится в культуре бесконечной. И вот здесь нарисована простейшая картинка. Значит, нарисована потенциальная энергия с двумя симметричными минимумами. если она немножко кривая, это потому, что я нарисовал криво. Вообще-то, имелось в виду, что это симметричный потенциал. У него есть минимумы в точке х0 и минус х0. И, если мы частицу посадили в левую яму и отпустили, она будет протонулировать в правую, потом обратно. И в результате возникнет два стационарных состояния. уровня энергии, которые там нарисованы зеленой, пониже, красной, повыше. Которые как раз соответствуют этим самым двумярчебленным состояниям аммятра. А теперь представим себе, что у нас не просто есть квантовая частица с какой-то массой, которая в этом потенциале существует. А есть еще трение. Я вам равнение написал, кстати говоря, забыл там еще на этом равнение написать массовый член, но подразумевается, что он есть. Но важно, что добавлена сила трения с каким-то коэффициентом х. Вот то, что было понято легетом и коллегами, это таким образом это самое трение, которое понятно, как написать классической механике, таким образом его внедрить в механику влаш. Для этого нужно к координатам вот этой одной переменной координатной частицы находящейся в некотором потенциале добавить еще бесконечно много других частиц, например, осцилляторов. Набор осцилляторов, каждый из которых очень слабо взаимодействует с этой нашей тоннелирующей частицей. Можно это сделать таким образом, чтобы связь эти частицы с осцилляторами имитировала простую постоянную синятостью. Мы рефициент трения обозначили буквы R. А размерность этой самой величины R, как видно из уравнения, которое она происходит, Это энергия поделить на длину в квадрате и помножить на грех. Так вот, оказывается, имеется удивительно универсальный результат. В следующем случае составил безразмерную комбинацию, воззначенную пониже буквы а. Из-за самого коэффициента трения расстояние х0, которое мы делаем между минимумами и потенциалами. Ну и поделимся к постоянному плану. Размерность, кстати, мы помножим это на квадрат длины, мы как раз получим на время, то есть действие. То есть размерность постоянной работы. Так вот, оказывается, что когда мы увеличиваем эвцентрение и этот безразмерный параметр альфа достигает единицы, прекращается квантовая нуля. Ну, а на самом деле оно ослабляется по мере выключения. Если у меня здесь было расщепление, то значит, что мы увеличиваем трение, уменьшаем расщепление и в конце концов в точке 1 оно обращается точно в 0. При больших значениях коэффициентов трения никакого фаналирования не происходит вообще. Система становится, в этом смысле, классической. Она теряет свое, ну, может быть, один из главных качественных свойств квантовой частицы – возможность проходить под воритом. И это фазовый переход. Можно это трактовать как квантовый эффект зенона? Потому что мы же, в принципе, вводя взаимодействие с термостатом, замораживаем квантовую эволюцию, которая велит систему перескочить в другую яму. Ну, наверное, да. Наверное, наверное, да. То есть, это, можно сказать так, что взаимодействие частицы с этими осцилляторами из термостата, оно оставляет след в этом самом термостате, который можно теперь что-то измерить. Ну, и тем самым оно мешает интерференции различных траекторий этой квантовой частицы. Но важно, что качество исчезновения от нулирования происходит именно в определенной точке, сказать, по величине связи с этим термостатом. И после этого частица застревает в каком-то из состояний, там, плюс x0 или минус x0. Если x соответствовал, например, дипольному моменту, то вот мы и получили состояние, запрещенное исходной симметрии. Иначе это, об этом говорится, как о спонтанном нарушении симметрии. Уравнение движения, или по мельценианной системы, было симметричным по отношению к некоторому преобразованию, а то состояние, которое у нас фактически реализуется, потеряло эту сметку. Так, это уже было. Теперь, следующий пример тоже достаточно наглядный. Есть, значит, отладили жидкость, получили историческую решетку. Вот я тут изображаю для простоты квадратную решетку. Что при этом нарушила симметрия, как я уже говорил по сдвигу на произвольно малое объект. А что появилось? Одновременно с этим самым нарушением симметрии. Кое-чего появилось. Появилась новая звуковая модель. В жидкости, разумеется, есть звук, который есть колебание плотности. Но в кристалле есть еще один звук, который к колебаниям плотности отношения не имеет. А именно это звук, в котором смещение атомов перпендикулярно волновому объекту. Он распространяет его самым звук. Иначе, например, поперечный звук. В жидкости его нет. И вообще говоря, у них разные скорости, конечно. В жидкости вместо поперечного звука есть такие заплухающие, сдвиговые флуктуации. Важно, что они быстро заплухают, в то время как поперечный звук распространяется. То есть вздыхание его молока. Так вот, эти поперечные флуктуации в стекле переходят в поперечный звук? Да, вот это хороший вопрос. В стекле в первом приближении тоже имеется поперечный звук. То есть здесь такое соотношение, что если симметрия нарушилась, как кристалле, то обязательно возникнет такая звуковая мода, которая связана с этим нарушением. Но она может возникнуть и без нарушения симметрии. Вот, например, в стекле. То есть в каком смысле без? Никакого явного нарушения симметрии в кристаллическом стекле нет. Но, тем не менее, частицы замерзли около каких-то положений в пространстве. которые случайны, в том смысле, что никакой регулярной структуры они не образуют. Но они стационарны. То есть мы можем дальше сделать деформацию этого самого стекла, атомов стекла, подобную, потому что я с ним вставал колеса. Вот у меня были бы какие-то хаотически расположенные атомы. И опять я нарисую волновой ветер, волну, распространяющуюся в этом направлении, а смещение атомов от их случайного замерзшего состояния будет направлен поперечным. В сравнении волнов. И это будет похоже на звук в кристаллице. Единственное, только отличием, что на предельно больших длинных волнах и, соответственно, на предельно низких частотах эта звуковая мода будет превращаться в вязкую, как в жидкость. Другой вопрос, что вот где этот переход происходит, но он может быть, если стекло хорошо замерзло, то это не... А в обычной жидкости, если очень высокую частоту запустить, то будет поперечная волна, наоборот, в обратной стороне? Да, но, значит, в какой жидкости? В простой вряд ли это можно увидеть. Но если мы имеем дело с жидкостью, которая немногим выше температуры стеклования, она стала уже очень вязкой. У нее там вязкость, может быть, на 10 порядков увеличится по сравнению с обычной. В такой жидкости можно наблюдать на не слишком низких частотах колебания совершенно такие же, как сдвиговый, как поперечный звук. Да, так вот, значит, это появление некоторой звуковой моды колебаний при нарушении какой-нибудь непрерывной симметрии, это и совершенно общее. Свойства, которые относятся как к, скажем, различным конденсированным средам, я там еще потом примеры буду приводить, так как раз мы модели плановые теории поля, и вот как раз сравнение этих различных способов нарушать различные симметрии в теории потанцированного состояния и в квантовой теории поля, будет чрезвычайно полезно, ну так, лет 40 тому назад, привело к очень быстрому развитию и той, и другой области теоретической физики. Вот, и это самое утверждение, наверное, именуется теоремой Голостова, наше ряду. Голостова, вот это опечатка. Я ее, было, в своем фальте поправил, а на флешке не успел. Там у него еще буквы отлажены перед ухом. Ну вот, значит, это про лишнюю мягкую ум. А теперь есть еще другой, довольно универсальный вопрос. Как связана симметрия кристаллической решетки и тип фазового перехода, при котором она появляется? Вот, тут ниже имеются некоторые утверждения на эту тему. А именно, что если образовалась решетка квадратная и кубическая, они могут образоваться фазовым переходом второго. То есть, нету никаких скачков интрофии, отдельного объема, а в технике передачения, в данном случае, что возникает непрерывно. А особенность имеется у фазового перехода второго рода, ну, если и к термодинамике, то, наверное, это правильно слышали, а имеется скачок, то второй предмет улоги от термодического потенциала он будет в плане. Однако, может такой фазовый переход происходить при кристаллизации или нет, зависит от того, в какую... пусть решетка какой-то симметрии, это переход происходить. Например, треугольная решетка, или решетка, там, концентрированная, кубическая, образуется только переходом первого, при котором испытывает скачок уже первая производная энтропия или отдельный объект. Кстати, вот про это вы что-нибудь где-нибудь слышали? Кажется, нет. Пожалуй, ну, наверное, я сейчас буду объяснять, почему так, поскольку тогда я не успею разного всего по-другому. Это, как я уже сказал, скорее обзор основных утверждений, а вот объяснить, почему и каким образом связан симметрия решетки и есть там переход первого или второго рода, это, наверное, предмет какой-нибудь отдельный. Лекции. Следующий пример. Нарушение симметрии. Пускай не имеется решетка, в которой, как в каждом из них, сидит магнитный магнитный. Вот написано, энергия сверху такого системы. И пускай по станции йод, который там перед суммой стоит, положительный. Иначе, говоря, энергия уменьшается, если выстроить все эти магнитные моменты или спины параллельно. При большой температуре, грубо говоря, большое по сравнению с константой взаимодействия йод, который здесь написано, мы будем иметь дело все равно с неупорядоченной системой, в которой эти магнитные моменты будут флактуировать каким-то произвольным образом, и средняя по времени от этого из них будет равна ноль. В аналогии с переходом из жидкости в кристалл, это соответствует жидкости. Ну а вообще-то производится парамагнитная. Теперь, при некоторой температуре нижней, нижней при кристической, возникает среднее значение магнитного момента. Происходит нарушение симметрии. Какой симметрии зависит от того, сколько компонентов было у нашего магнитного момента. В простейшем случае компонент у него одна, то есть магнитный момент спорта, вдоль хобби или прочей такой тачки. И это то, что в теории магнитизма называется моделью Иссенка. Симметрия здесь просто двух и два. Теперь, что может быть две компоненты? То есть магнитный момент лежит в плоскости, как это так? Его можно произвольно в этой плоскости вращать. Ну и, наконец, бывает случай, когда все три компонента вектора магнитного момента равноправны, а тогда эта симметрия здесь это полная группа вращений по три четырехмерного проспекта. когда бывает такой фазный переход? Тут существенно с пространством какой размерности мы имеем где. Если это обычная трехмерная решетка, то всегда найдется достаточно низкая температура, ниже которой эта система порядочится. Вот эта система, которая здесь изобразит, при том, что, как уже было сказано, постоянное взаимодействие и ее положительное. то есть возникает состояние с пониженной энергией, в котором все эти магнитные моменты смотрят в среднем в одну сторону. Теперь можно рассмотреть систему более низкой размерности. И не только смотреть теоретически, но на самом деле известна масса разных соединений, которые, конечно, представляют собой трехмерное физическое тело, но, например, состоит из цепочек таких магнитных атомов, которые взаимодействуют международными внутри цепочке достаточно сильные, а ее почти что отсутствуют. Ну и хорошее приближение можно для начала рассмотреть просто одномерную цепочку, в которой эти самые спины сидят. Так вот, в одномерной цепочке никогда фазовый переход не бывает вообще. Ну, если, конечно, взаимодействие более или менее локальное. То есть можно придумать такую одномерную модель с очень далеко распространяющимся взаимодействием, в которой строить фазовый переход, но физически такого не было. самый любопытный случай это двумя, ну или, соответственно, какой-нибудь там слоистые системы, в которой в первом приближении можно пренебречь взаимодействию между плоскостями, спинами разных плоскостей. вот эти три возможные симметрии могут нарушение этих возможных симметрий происходят абсолютно по-разному двумерных решетам. А именно для изнегровской симметрии на основу управления спины имеется фазовый переход второго рода, который был описан впервые Ларсом Анзагером и который это решение Анзагером подслужило в этой сказать отправной точкой для создания значительно позднее скажем общей теории фазовых переходов второго рода. Но я об этом чуть позже расскажу. Значит в этой двумерной решетке Яйцинга здесь я нарисую как вот здесь средний магнитный момент функции температуры вопрос каким образом он появляет возникает из нуля точек перехода ответ следующий он возникает как температура С-Т равная степень 1 эта степень относится именно к случаю двумерной решетки Яйцинга вообще говоря все эти фазовые переходы авторизуются какими-то показателями степени описывающими такие анонии различные в каком смысле различные я похоже скажу теперь если наши магнитные моменты могут свободно вращаться в плоскости то есть в их симметрии вращения тоже происходит фазовый переход для двумерной системы но довольно странный происходит фазовый переход при котором средняя намагниченность не возникает то есть если сочетать средняя намагниченность по пристанице в дальней системе она однако же во всех остальных отношениях она ведет себя так как будто бы у нее было упорядочено и в частности у нее возникает вот эта новая звуковая магнит которые если бы которые в трехмерной системе мы связали с нарушением симметрии здесь она возникает несмотря на то что собственно нарушение симметрии не происходит здесь двумерный этот момент он классический здесь это не важно на самом деле он может быть здесь это реально не важно он может быть с самого начала и квантовым и классическим или тот будет один и тот же вообще для ферромагнетика который я пока что обсуждаю разница между квантовым ферромагнетиком и классическим невелика потому что взаимодействие стремится упорядочить эти самые магнитные моменты в одном направлении то есть оно сразу как бы создает матроскопический магнитный момент из большого числа и поэтому система оказывается быстро становится классической то есть флуктуации большого момента они всегда классические это не так если мы будем рассматривать антиферромагнетик что я буду делать через две минуты так вот последний пример разнообразия этих возберился если же у нас есть двумерная решетка в которой магнитные моменты изотропно вращаются во всей сфере то фазового перехода в такой системе нет вообще она всегда всегда эта система остается паромагнитной фазе хотя при низких температурах движение спинах на больших расстояниях оказывается скоррелировано но это расстояние всегда расстояние на котором они скоррелированы всегда остается конечным иначе возникает скоррелировано придачение на размерах которые ведутся для вас таки могут только низкую температуру мы не выбрали есть конечный радиус скоррелировано и за этим радиусом спины ничего подобного не знают но радиус с понижением температуры не спрашивает что ладон так пошли дальше тот же самый вроде бы модель но знак взаимодействия другой знак взаимодействия такой что энергия минимизируется при знакопеременной чередующемся направлении спина и первое что можно сделать это давайте через один так сказать знаки верну мы идем на перемене сигма вместо с и перепишем нашу энергию через эти самые сигмы в результате знаки поменяются у каждого члена и как будто бы сведем задачу в предыдущий профферму магнитив можно так поступить но не всегда потому что например для квадратной решетки так сделать можно но вот здесь сверху это изображено возникает удвоение периода решетки ну а кроме того нарушение этой самой симметрии вращения спин ну а что если решетка треугольная ее нельзя разделить на где-то выше поэтому ввести такую замену переменных сводящую задачу к предыдущей спиромагнетик не важно вот нарисованы три спина слева красный смотрит вверх справа синий смотрит вверх третий находится на месте знака вопроса и поскольку неизвестно куда его направить ну я здесь имел ввиду что они все направлены вдоль одной оси вверх или вверх понятно что мы можем третий направить вверх или мы можем его направить вниз эти два состояния будут иметь одну и ту же энергию потому что либо вот эта связь будет не выгодным состоянием находиться либо вот эта но ответственно и так как хочется возникает уже в этом простейшем примере с треугольником возникают два состояния с одинаковой энергией и неизвестно каким образом произвести выбор иначе вы работаете с одной и той же вероятностью реализовываться вот это простейший пример явления который называется пространство и которое приводит к появлению очень странно фаз вещества которые нельзя описать вот этими простыми нарушениями в ядре о которых я пока веду речь вот в этой связи я немножко поговорю про замечательно красивый пример который был совсем недавно изобретен это это некоторая магнитная решетка в которой как выяснилось существует возбуждение в виде магнитных зарядов монопол правда это не монополь гирок которую давно искали но пока не нашли а это монополь совсем в другом смысле ну вот тут я привел теория появилась всего два года назад ну еще там через год появилась целая куча экспериментов значит о чем тут идет речь вот решетка вполне конкретно магнитного соединения вот два примера здесь приведены у них решетка пироклор вот она здесь изображена это решетка состоящая из тетраэдров которые соединяются соседние тетраэдры соединяются в узлах теперь в этих самых вершинах тетраэдров сидят магнитные моменты в данном случае вполне классические потому что у нас этого самого в этих редкоземельных ионах очень большой там порядка десятки и их точно можно считать классическими они расположены вдоль диагонали вот этих тетраэдров подсержения стрелочек и салон но отмисать в себе что прямой которая проходит соединяет в центре двух тетраэдров но и проходит при этом через вершину которой они соединяются в этом самом узле сидит магнитный момент который может быть направлен в одну или другую сторону по этой прямой теперь есть взаимодействие взаимодействие между этими магнитными моментами этой решетки устроено таким образом что справедливо в первом подвижении называемое правило льда ну правило льда потому что похожее явление давно было известно для бутаянного льда там только речь про электрические поле а не магнитные значит правило есть четыре вершины бутрайдера и энергия минимизируется на таких конфигурациях этих магнитных моментов когда каждый бутрайдер 200 льда 2 выхода однако таких конфигураций это конечно ограничение возможное набор расположения стрелочек но ограничение относительно слабое то есть этому правилу да все еще экспоненциально большое число конфигураций ну полное число конфигураций это значит число всех спин то есть энтропия была n мг ну да это при очень больших температурах низких малых по сравнению с той энергией которая обеспечивает пополнение правил энтропия меньше но всего лишь примерно н на не помню какое здесь число но порядок причина такой что она несколько раз меньше чем энтропия при высокой температуре остается в большой системе остается энтропия по официальной энергией теперь то есть происходит частично порядочное множество всех возможных состояний гораздо меньше чем исходно но все еще большое картинка со стрелочками видно ли а видно ли а там слышит например на левой картинке ну в общем об этом сообщил наверное уже и и и че плохо видно на самом деле это наверное потому что не знаю это говорит хорошо но с чем отличаются вот верхняя левая и верхняя правая стрелочка которая находится в самой середине картинки перевернут на левой верхней картинке правая на руку а на правой верхней не выполнена потому что двух страйверах которые изображены потому что мы одну стрелочку перевернули получилось что в одном страйве трое три стрелки выходят на другом на другом возникло тем самым возбуждение которое представляет собой диполи мы взяли и изменили направление магнитного момента то есть сделали диполи откуда же взять теперь монополи вообще никаких монополий исходных задач не было были только диполи магнитный момент а вот давайте мы теперь посмотрим на картинку которая понит внешне вот здесь первое рассуждение такое давайте давайте вместо диполя который сидит в мудре через полчаса я на лекции я на лекции как бы расщепим диполь на заряд плюс и минус мы при этом совершим некоторую погрешность погрешность значит какую у нас был полный заряд 0 он и остался 0 потому что эти два заряда это положено у нас был диполь определенной величины и мы выберем такой погрешность связана с тем что после того мы так сделали у нас возникли еще высшие мультипольные моменты всякие там подруколи вот но можно убедиться в том что эта погрешность небольшая потому что эти высшие ну скажем заряды взаимодействуют как единиц на два заряда два диполя а те высшие мультиполи которые возникли при этом преобразовании их взаимодействие бывает 1 на 5 ну и можно убедиться потому что они на самом деле ничего существенно здесь не видят зато значит зачем это собственно было придумано а давайте теперь посмотрим что получится если мы будем переворачивать еще какие-нибудь стрелы вот мы одну стрелку перевернули получили теперь смотрим на правую картинку в ней изображены красными синими шариками узлы в которых теперь сидят положительные отрицательные заряды и исходные они сидели на соседних узлах то что соответствовало состоянию одной перевернутой стрелы теперь мы во всей этой белой линии которые показаны остальные стрелочки перевернуты от этого количество тетраэдров в которых нарушена правила льда не увеличится оно останется тем же самым только они разойдутся подальше спрашивается а как будет взимать энергия этой конфигурации зависит от того насколько далеко будет эти магнитные заряды разбить ответ такой что это будет некоторое постоянное минус вот это квадрат на 4 5 то есть энергия этой пары вот такого составного возбуждения расстояния между его концами по обычному закону Бога важно вот что возникла еще целая белая линия струна между двумя зарядами так вот можно было бы предположить что есть какая-то энергия на единицу длины этой струны так ее нет никакой такой энергии натяжения струны в этой не возник все что возникает это взаимодействие между концами струны которая в точности такая пара магнитных зарядов то есть это практически физическая реализация дираковской струны получается да именно так и есть но там у нее этот самый заряд монополий не такой но во всем остальном это чрезвычайно похоже и самое замечательное что это действительно было наблюдено не так ну вот это просто картинка из той же теоретической работы которой граждане численно без всяких предположений так сказать сочетали энергию конфигурации магнитных моментов в которых два из самых дефекта на лучшем программе льда расположены на некомпостоянии вот эти там и кружочки а сплошная линия это закон кулона соответствующим зарядом ну на этом я значит про спиновый лед и монополия в нем закончу это был такой по-моему самый простой и красивый пример таких странных явлений к которым приводит фрустрация прямодействие когда иначе говоря взаимодействие устроено таким образом что они не выделяют какой-то одной определенной конфигурации минимизирующей энергию а выделяют лишь довольно большое подпространство в состоянии с одной и той же энергией и дальше на этом подпространстве происходят разные удивительные вещи например дробление плантовых чисел вот это вот вот такой приемодействие 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 это что такое у нас исходным в системе были только диполи но оказалось что диполи эти что взаимодействие между диполями устроено так что эти диполи можно развалить на два заряда в системе так хорошо теперь некоторое количество следующих менее наглядных примеров нарушения тиме ну для начала гилья 4 атом гилья 4 это Это атомы ГИЛИА-4, это вода частиц, а угловая функция двух угодно количественных вода частиц симметрична в отношении к перестановке этих частиц. Это значит, в этом смысле они такие же, как, например, фотоны. Из них можно составить конгерентное состояние. И при достаточно низких температурах это самое конгерентное состояние хорошо описывает всю эту многочастичную систему. То есть ее можно описывать одной волновой функцией. Ну при температуре ниже, близких мультик. Теперь, конечно, не все частицы находятся в этом конгерентном состоянии, которое иначе называется водоконденсатом. Есть возбуждение. Ну и количество возбуждений, доля возбуждений, потому что это нормально. Расчет при увеличении температуры и при некоторой физической температуре все частицы становятся нормальными и конгенсатом падает. Теперь, с точки зрения нарушения симметрии, это совершенно та же задача, как и задача про фазовый переход в термомагнетике с симметрией. Вот в артоксе с термомагнетическому, которому скрежет на плоскость. Поскольку здесь наше предотвращение описывается комплексной волновой функцией, Симметрия у нее это умножение этой самой, этой комплексной волновой функцией. Ну и происходит это для гелия-4 при температуре около двух градусов кеймера. Теперь, почему это состояние сверхтекучное? И как проявляется то, что это самое нарушение симметрии? Появляется, ну, в кристалле, как я говорил, возникает жесткость по отношению к сдвигу атомов поперек векторов распространения волны. Здесь тоже возникает жесткость, которая приводит к тому, что спектр возбуждений в сверхтекущем гелии имеет вот такой вид, который я рисовал. То есть при малых импульсах энергия зависит от импульса ринейного какого-то звука. Ну, а при импульсах порядка обратного расстояния между частицами имеются еще некоторые провалы, которые бывают армонами. Важно, что можно определить такую критическую скорость. Вот она здесь нарисована в прямом времени, там, попадящее пониже. Она имеет такой смысл, что если мы пытаемся двигать всю эту жидкость относительно стенок, ну, или, скажем, двигать стенки с небольшой скоростью, меньше, чем это критическое, то не будут рождаться возбуждений. Потому что они будут рождаться только в том случае, когда скорость, которую мы в стенки стащим, превышает какого-то критическое, которое есть просто минимум отношения энергии к импульсу в этом же импульсе. Ну, а если не будут рождаться возбуждений, то, значит, не происходит диссипации. Нет газет. Поэтому жидкость получается оказывается в этом случае. Теперь бывает еще гелия-3. Казалось бы, какая разница? Взаимодействие между атомами гелия-3 и гелия-4 — это взаимодействие внешних оболочек. Оно не зависит от того, что в ядре стало меньше одним нитром. Однако же изменения радикальны, потому что теперь атомы, оказываясь в первой частице, и для ферми-частиц имеются напротив антисимметрии луновой функции по отношению к перестановке. Это значит, что сделать из ферми-частиц тенденса просто таким же образом, как из боза-частиц невозможно. Это, однако же, еще не означает, что невозможно свертекучее состояние ферми-частиц. Оно возможно, оно реализуется. Реализуется оно таким образом. Из пары ферми-частиц, если их объединить, получается боза-частиц. Ну, самая простая мысль была бы, что давайте их свяжем в какие-то молекулы, эти самые атомы гелия-3, а из них уже построим возоконденсор. На самом деле дело обстоит не так. Дело обстоит сложнее, потому что они действительно связываются в пары. Примерно в том же смысле, в каком сверхпроводнике электроны связываются в пары, придуманные Купером. Но их неправильно представлять себя как молекулы, вот я здесь изобразил. Потому что типичное расстояние между двумя этими самыми атомами гелия-3 в такой паре, оно много-много превышает расстояние между, собственно, атомами. То есть, вот здесь, скажем, атомы, а спаривание устроено так, что какая-нибудь пара атомов, находящихся на расстоянии гораздо больше, чем средние, двигаются неким скоррелированным образом. И их скорреляться надо представлять собой не в реальном пространстве, как было бы он нарисовал вот эти двои ближних связать с молекулами. Нет! Они скоррелированы таким образом. У одного атома имеется импульс, направленный куда-то на некоторой сфере заданного радиуса, который находится в этой сфере. От другого атома, этот самый, его импульс направлен в противоположную сторону. И вот эти два атома двигаются к коррелированному призму. Это более сложное состояние и температура перехода в сверхтекучее состояние гелия 3. В тысячу раз меньше, чем гелия 4, но, тем не менее, оно вполне существует и было подробно исследовано. Значит, общее свойство этих двух состояний такое, что в конечном счете возникает такие, прогерентное состояние, которое описывается общей волновой функцией. То есть нарушение симметрии в первом приближении такое же, как у гелия 4. И с другой стороны гелия 3 чрезвычайно похож в этом смысле с точки зрения нарушения симметрии на сверхпроводящий металл, в котором электроны связываются вот такого же рода пары, и пары эти образуют конденсор. Теперь, есть однако и разница, если приглядеться между этим сверхтекучим состоянием гелия 3 и сверхпроводящего металла. И разница вот какая. Почти всегда пара электронов, которые связываются в сверхпроводнике, имеют противоположное направление. То есть общий сквейт-марк, правильный, хотя, скажу, что это не исключение, но это большая, как правило, не поделюсь. А про гелия 3 же точно известно, что спин пара вовсе даже не 0, а 1. Это триплетное состояние спин. И поэтому параметр порядка для протекучего состояния гелия 3, он сложнее, чем в обычном сверхпроводнике или в гелии 4. Это не просто комплексное число, а это целая матрица 3 на 3, составленная из комплексных числов. Довольно долго гелий 3 и 4 были единственными примерами сверхпроводных кучек жидкостей. Однако 15 лет назад обнаружилось, что в действительности их может быть гораздо больше таких жидкостей, а точнее газов. А именно люди научились сажать атомы из щелочных металлов в ловушки, созданные лазерным полем, охлаждать их до чрезвычайно низких температур. И научились демонстрировать, что эти самые атомы, ну если они, например, в озоне, образуют бозоконденсат. Это не жидкость, это газ, очень сильно разрежен. Но если его хорошенько охлаждать, то, да, он демонстрирует тоже появление общей конденсатной волновой функции. И последние 10-12 лет имеется огромная масса экспериментов разного рода, в которых вот эти сверххолодные газы изучаются. Ну, примерно с той же самой точки зрения, с какой до того это делалось с гелием, но с тем приятным отличием, что здесь, в этих системах, можно менять взаимодействие между частицами. Например, там, прикладывая к этому газ в ловушке магнитное поле, можно довольно сильно менять амплитуду рассеяния одного атома на другом и тем самым изучать эту систему в широкой области изменения параметра. Почему именно щелочные металлы? О, диполь у них большие. Ну, да, может быть еще что-то? То есть диполь-то без лона большие, но сильные взаимодействия. Наверное, да. Возможно, есть еще причины, нет? Ну, пока так. Ну, хорошо. Теперь еще несколько слов по поводу того, как, каким же образом происходит фазовый переход второго рода. Тут было два совершенно разных подхода делов. Один – это была теория, придуманная Ландау давным-давно, которая является теорией приближенной, но зато применимой, ну, в той степени, в какой она применима, к любым фазовым переходам второго рода. И из них следовало, что около точки фазового перехода степень приточения, ну, примерно магнический здесь, если это магнитный переход, ведет себя как корень из близости в точке перехода. С другой стороны, через несколько лет появилось точное решение Амзагера для двумерной решетки шпинов и дизинга, которые принимают два отношения плюсы. И там получилось, что, ну, магнический здесь идет цепь у него, что это совсем другая степень. Одного степень. Дальше люди долго пытались понять, как одно связано с другим и таким образом обобщить точное решение Амзагера на какие-нибудь другие системы, например, тоже модель лизинга, но в трехмерном пространстве. Она, собственно, до сих пор точного решения не имеет. А с трехмерным процессом намного сложнее. Ну и вообще, от чего, собственно говоря, зависят вот эти показатели, которые называются критическими индивидами. Ну, в общем, хотя действительно аналогичных Амзагеров точного решения для трехмерных систем не было найдено, но более-менее все про такие фазовые переходы было понято уже примерно к 85-му году. И оказалось следующее, что если рассматривать поведение, ну, например, параметры порядочной, практически на других величинах, типа теплоемости, очень близкая окрестность. То есть переходы. То там эти особенности всегда имеют вид степени с разными показателями, которые определяются только двумя вещами. А симметрией, которая нарушается при этом фазном переходе, и размерностью пространства, в которой это происходит. Ну, к примеру, вот здесь теплоемкость под пунктой температуры, где-то значит фазооблировка. Ну, для гири А4 и для магнетика симметрии и вращения в плоскости вид особенностей одинаковый. И это, она очень близка к фазооблическому. Ну, и, скажем, степенной, но с очень малым показателем степени. Меньше 1,1. Вы видите, что, собственно, физически это абсолютно разные системы. И сам смысл параметров продачения совершенно разный. Но критический индекс у них одинаковый. Они определены. И, зная размерность пространства и симметрию в порядке, можно вычислить, ну, иногда точно, а чаще приближенно, но в довольно разумном приближении, можно эти самые этические индексы сочетать. Они, собственно, и защищены. Вообще-то говоря, из этих же самых соображений симметрии следует, что и в сверхпроводнике обычном каком-нибудь там сверхпроводящем металле с Венецией, алюминией или Шинкадуром, должно быть то же самое. Потому что, как я уже говорил, симметрия параметров упорядочения у него та же самая, что и в сверхпроводнике. Однако же в сверхпроводнике, например, в никакой такой эгорифмической аномалии теплоемкости, в правилах не наблюдается. А вообще не наблюдается. Ну, в геле-4 она видна очень хорошо. Спрашивается, что это так. Имеется теория, предсказывающая универсальное поведение. Экспериментально она вроде бы нарушена. Рангарты здесь не очень сложны. Дело в том, что эта универсальная теория, как я уже мельком сказал, применима асимтотически. То есть, если мы очень близко находимся к точке фазового перехода, вылетаем из нее чуть-чуть. А мы должны наблюдать вот этот универсальный поведение. Однако, само по себе это утверждение еще не говорит нам ничего о том, насколько же мы близко должны быть к этой самой точке. И с циркового днепом дело это и так. Вообще-то там должно наблюдаться то, что тут есть. Но в окрестностях, в области температур, которая на много порядков меньше, чем сама температура берега. Вот в такой вот безумно высокой окрестностях, если бы можно было туда залезть, должно было наблюдаться те же самые универсальные показатели. А в ней, ну, в разумно широкой, сказать, области области, точке перехода, один процент, десять процентов. Применима как раз приближенная теория лангера, которая дает ответ для, скажем, теплоемкости, что там просто скачок этой самой теплоемкости. То есть, ну, вот вещь примерно такой. Стоемкость. Картинка, температура. Решалась, потом испытала скачок. Ну и дальше снова решаться. В то время как в деле, эта же картинка выглядит приблизительно так. Вместо скачка имеется резкий рост. Ну, соответствуется по гриппической формулы, которая написала. Так. Ну, удивительным образом Время лекции подошло к концу примерно с запланированным на нее содержанием. Значит, про более хитрые системы, которые я упоминал в начале, я готов рассказать отдельно. Ну, это можно сделать там когда-нибудь в мае или вообще осенью. Это пока зависит от интереса слушателей, что называется, может быть решено как-нибудь отдельно. как-нибудь в мае или 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 в мае. Вопрос появились? Включает. А? Можно выключить? Так. Продолжение следует...